Воскресенье 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 Сегодня ищут люди тех людей, которые будут им говорить, хвалить, какие-то слова говорить, которые их поддерживают. Они не любят, когда их обличают, они не любят, когда их наставляют. Наоборот, они говорят, вот как раз таки те, которые их любят, они никогда за спиной ничего не скажут. То есть они не будут двояками в жизни этих людей, но посмотрите, люди сегодня ищут, даже церкви ищут, там, где им скажут все хорошее, даже им скажут, что нормально. То есть нету обличения никакого, но Дух Божий говорит, кого я люблю, тех обличаю, потому что есть двойная жизнь все-таки, человеку хочется. Почему? Мне спрашивают что-то, постарай, это правильно. Потом я слышу, что они еще у кого-то спросили, еще у кого-то спросили, и чей ответ им нравится, они это и выбирают. Здесь искажается истина. Почему нет удовлетворенности в христианской жизни? Потому что мы хотим поступать не по тому Духу, который Бог дает, не по той истине, которую Бог открывает, а по тому, как мне нравится. Вот понимаете, как может иметь в человеке горячее сердце, если он делает или он хочет жить так, как ему нравится, а не так, как Господу удобно. Как угодно. Как может человек иметь горячее сердце, если у него внутри раздвоенное сердце, если у него внутри есть желание угодить не Господу, а угодить себя. Поэтому мне один раз вопрос задали, я сказал, нет, это грех, нельзя этого делать. Вот есть люди, которые мне говорят, пастор, а это грех? Я говорю, конечно, грех. Потом идут где-то спрашивают, а вы знаете, это грех? А пастор сказал, не грех. А тот человек хочет как-то угодить этого, говорит, ну не грех, почему грех? По вере твоей, у тебя есть же своя вера, свои мозги, вот давай двигайся. А что говорит Слово Божие? Если я говорю грех не по Слову Божьему, конечно, это не грех, но когда это грех по Слову Божьему, значит, это и есть истина. Больше других моментов нету. Смотрите, что говорит Еремея 17,9. Лукаво сердце человека, человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? То есть, когда мы не храним свое сердце, даем волю, даем волю нашим чувствам, нашим желаниям, оно крайне испорчено. И это нас увлекает в другую сторону. Но когда сердце хранится в Боге, когда мы храним свое сердце в Господе, когда мы наполняем свое сердце Богом, мы тогда другие у нас интересы, другие ценности, тогда мы не стремимся быть похожим на этого мира, тогда мы стремимся быть похожим на Христа. Братья и сестры, я говорю то, что мы должны постоянно делать. Я думаю, что нам надо очень сильно задуматься, потому что время очень мало осталось, времена очень короткие. И последнее время Тимофею пишет апостол Павел, что люди будут совершенно другие. Он говорит, даже времена наступят тяжкие. Почему? Потому что люди будут совершенно другие. Вы можете это местописание читать, сейчас просто Дух Святой меня напомнит. Но, вы знаете, есть истина, которая не должна убираться. Мы спасаемся не потому, как мы живем, мы спасаемся по истине, когда живем. Мы можем делать все, что угодно, но результат будет плачевный. Понимаете, никто не может никого сказать, почему ты это делаешь или почему не делаешь. Есть сегодня свобода, есть сегодня свободное время. Но есть Библия, есть критерия истины, при которой мы должны придерживаться, по которым мы должны двигаться, жить и напольняться. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, понимали, чтобы наше сердце крайне испорчено. Если оно не будет обновлено во Христе Иисусе, когда Саул ушел от Самуила, пророк Саул, это написано в Царстве, Первое Царство, когда он ушел от Самуила, Бог дал ему иное сердце. Но ему надо было оставаться в этом сердце. Ему надо было работать над этим. Нет такого человека, нет такого христианина, который жил бы по течению, и у него что-то изменилось. Мы работаем над этим. Поэтому в притчах написано вот это, смотрите. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправленные будут прямо перед тобою. Обдумай стези для ноги твоей. То есть не делай какие-то, что попало. Ну обдумай, куда ты идешь, с кем ты идешь, кто твой друг. Скажи, кто твой друг, скажу, кто ты. Куда тебя влечет, что тебе влечет, что тебе интересно. Ну обдумай стези. Посмотри, прежде чем поставить ногу, подумай, какой плод это принесет в твою жизнь. Портит ли твое отношение с Господом твой путь или не портит. И посмотрите, и все пути твои, да будут тверды. То есть ты решил идти за Господом? Все, утверди светом. Больше никогда. Ну, есть моменты, которые мы должны четко понимать, что от меня зависит. Мы все говорим, а Бог усмотрит, от Бога все зависит. Бог поможет, Бог помог. Да, конечно, Бог тебе поставил на путь истине. Бог тебе дал спасение, Бог тебе дал шанс. Ты покаялся, ты принял Иисуса Христа. Каждый человек, который принял Иисуса Христа, он должен жить по-христиански. Его жизнь должна соответствовать. И если человек не утвердил свой путь в Господе, он скоро начнет другие интересы. Лукавося, да? Вот смотрите, следующий путь. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Это очень важное место. Притча 4, 23 и до 27. Прочитайте еще раз, еще раз. Подумайте, помолитесь. Занимайтесь этим. Тимофею говорит, вникая в себя и в учение. И этим занимайся постоянно. Братья и сестры, это очень важный момент. И важно, вы знаете, в жизни человека, в жизни человека, шанс может быть несколько раз. Но мы пользоваться можем так и ни разу. Но мы должны двигаться. У нас должно быть горячее сердце перед Господом. Но мы сейчас двигаемся, я потихонечку это скажу. 1 Царство 16, 7. Помните, когда Самуил пришел помазывать царя? Он увидел вид здоровый, он увидел красивого парня. И внутри думает, вот это Бог, вот его Бог избрал. Вот он как раз исполнит. А Бог говорит, смотрите, какие слова. Я смотрю не так, как смотрит человек. Вот разница между Богом и человеком. Вот где все кроется. Вот почему нам надо держаться слову. Вот почему нам надо быть зависим от истины. Вот почему истина должна быть компасом нашей жизни. Вот почему Христос должен быть маяком для нашего движения. Вот почему мы должны полагаться на Господа. Полностью доверять Его и Его Духа. Вот в чем вопрос. Потому что люди придут. Они придут в нашу жизнь. И мы с ними столкнемся. Они начнут нам говорить. Они начнут нам уговариваться. Они начнут нам привлекать. Но написано, что вот я сейчас прочитал, что обдумай для себя стезю. То есть подумай, какой путь ты идешь. Куда ты ногу ставишь. И посмотрите, я не так смотрю, как человек. Человек смотрит по-другому совершенно. Не обращая внимания на свое сердце. Ведь сердце говорит. Помните, когда Иисус Христос воскрес, и ученики шли в Имаус. По дороге в Имаус Иисус встретил с ними. И Он общался с ними, говорил с ними. Он наставлял их. Они ничего не поняли. И Он сделал вид, как будто уходит. А они по обычаю еврейскому или по обычаю народного, они сказали, давай с нами кушать. И когда они взяли, ели хлеб, у них открылись глаза. Вот о чем надо молиться. Господи, открой мои глаза. Про мою дружбу. Про мое отношение. Про мое окружение. Открой мои глаза, чтобы я мог жить по сердцу. И они говорили. Вот посмотрите, какое дали свидетельство. Не горело ли наше сердце, когда Он говорил с нами. То есть Бог, понимаете, дьявол говорит в разум, а Бог говорит в сердце. Мы должны вот это все понимать. Когда горит сердце, когда стремится сердце искать Господа. Когда стремится сердце напальняться духом. Это и есть признаки горячего сердца. Горячее сердце не в каких-то словах, не в каких-то поступках. Это стремиться найти, искать, общаться Бога. Это и есть горячее сердце. Посмотрите, ибо человек смотрит на лица, а Бог, а Господь смотрит на сердце. Вот в чем разница. Мы думаем, о, это классный парень, о, это классная девушка, это женщина хорошая, это мужчина хорошая, о, какой-то добрый. А Бог знает сердце, Бог знает сердце, и как, Бог знает, как освободить человека от этого, как сохранить от этого, как сохранить путь, когда мы обращаемся к Нему, когда Бог стоит в нашей жизни на первом месте, мы очень четко двигаемся и понимаем, что Бог дает, и как дает, и как наполняет, и как ведет. То есть мы, и все водимые Духом Святым, суть дети Божия. Если ты ребенок Божий, и у тебя нет водительства Духа Святого, ты оставил Господа, тебе надо покаяться и начать жизнь заново. Хорошо, как понять, как вот это понять, как понять, вот, Господние планы в моей жизни, вот в этой дружбе, в этом отношении, хождении перед Господом. Посмотрите, ты должен понять, ты должен внутри себя понять, какие твои интересы самые большие, что у тебя за интересы, куда влечет тебя твои интересы, куда ведут тебя. Это очень важно. Если они ведут ко греху, если они греховные, тебе надо полностью отрежься от этого. Во имя Иисуса Христа. Если ты поймал тебя на этом мысли, что твои интересы ведут ко греху, тебе надо бодрствовать и просто задуматься над этим. Потому что помните, что сказал Авелю Господь, говорит, у порога сердца твоего лежит грех, а ты господствуй над ним. То есть, если мои интересы меня ведут ко греху, уводят от Господа, я должен остановиться и покаяться в этом, и отречься от всего этого. Следующее. Чем я занимаюсь? Что больше времени мое занимает? Что больше времени мое занимает? Мое чтение, моя молитва, мое отношение с Господом, мое отношение с людьми. Это важно. Если ты хочешь. Вы знаете, слово мое сегодня касается тех людей, которые хотят изменить что-то в своей жизни. Которые хотят иметь горячее сердце. Которым надоело уже. Что-то не хватает. Теплота надоело. Те, которые хотят иметь горячее сердце, горячее сердце. Мое слово направлено к этим людям. А тем, которые устраивают свою жизнь, а тем, которые нормально свою христианская жизнь, свое окружение, свои занятия, свое хобби или там что-то не было. Продолжай. Если тебе это устраивает, продолжай. Мое слово для тех, которые хотят изменить что-то в своей жизни. И третье. Вот смотрите. Три очень важных момента. Какие мои интересы. Чем я больше занят. И третье. Какое место Иисус занимает в моей жизни. Что, кто Он для меня вообще. Это важный момент, который я должен задавать себя вопрос. Никто не должен этот вопрос мне задавать. Никто не должен вот этим работать. Потому что это моя работа. Чтобы мне не страдать. Чтобы Богу не пришлось мне провести через долины и плачи. Чтобы Богу не пришлось мне провести через какие-то пустыни. Чтобы я сам начал работать. Если я не работаю над моей жизнью. То Бог находит людей, которые будут помогать мне в этом. И они будут помогать очень классно. Поэтому я хочу, чтобы мы внутри себя приняли такое решение. Работать над собой. Работать над характером. Знаете, мы несовершенны. Я это понимаю. Мы не можем достигнуть до совершенства. Но мы стоим на этом пути. Понимаете? В Откровении написано в последнем главе. В последнем главе. Святой да освящается еще. Праведник да сделает правду еще. А нечистыве пусть продолжает. То есть вот тут смотрите подъем. Нечистыве уходит вниз. Праведник поднимается вверх. И тогда говорит увидите разницу. Вот здесь разница. Сегодня может не видно разницы. Сегодня может ты делаешь, что ты хочешь. Но придет время, ты эту разницу увидишь. Поэтому остановись, пока не поздно. Делай выводы. Пересмотри свою христианскую жизнь. Посмотри, какие у тебя интересы. Чем ты занимаешься. И где находится Иисус в твоей жизни. Братья и сестры, я вас благословляю. Аллилуйя. Мне иногда приходится молиться и поститься, чтобы Бог даровал иногда такое слово, чтобы оно нас вылечило. Потому что слово, которое наполнено истинно, слово, которое от Господа, оно как антибиотик, разрушает всякое отравление внутри нас. Поэтому я хочу, чтобы мы были внимательны. Если ты хочешь иметь горячее сердце, слушай меня дальше. В Откровении 3.15 написано. Знаю твои дела. Удивительно. Бог, мы думаем, Бог не обращает внимания на наших дел. Он знает наши дела. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Вот это да. Господи, ну как так? Ты же есть любовь. Ты же есть мылость. Ты же дал мне благодать. Ты же меня окружил твоей любовью. Как это так меня ты извергнешь? Ну, же ли ты отречешься от меня? Никогда в жизни Христос не отрекается ни от кого. Он никогда нас не оставляет. Это мы его оставляем. Что такое теплота? Ну, давайте. Здесь говорится о трех таких состояниях сердца. Вообще, все, что имеет Бог, Он имеет работа или дело с нашим сердцем. Бог работает с нашим сердцем. Мы работаем со всеми остальными. Бог дает и влагает в наше сердце и хотение, и желание. А мы дальше должны это все впустить в оборот. То есть, Он дает в моем сердце хотение оставить грех. Он не бьет мне по рукам. Он мне не бьет по шочину. Он дает хотение в сердце оставить грех. Если я хочу иметь горячее сердце, я должен оттуда убрать все лишнее. И если Бог внутри меня дает хотение, и я соглашаюсь с этим хотением, потом Он открывает, как действовать мне. Как оставить этот грех. Как оставить это мое желание. Как освободиться от мыслей греховных. Как освободить свою жизнь от теплоты. Чтобы мое сердце горело. Ладно? Хорошо. Давайте мы немножко поговорим о холодном сердце. Знаете, почему Бог говорит, ты можешь быть с холодным? Потому что я был холодным. Я не знал Бога. Я был холодным. И Ему легче было со мной работать. Потому что я не был наполнен ничем. Мой сосуд был пустым. Я был холодным. И со мной было легче работать. Чтобы дать свою милость, дать свою благодать. Холодные сердцем, холодные люди. Это люди, которые еще не познали имя Христа. Может, они даже идут в церковь. Может, они сидят. Есть такие люди, которые вот просто ты смотришь. У них стеклянные лица. Опять ты смотришь на видимое. Но мы же не знаем сердце, что происходит с этим человеком. Но холодное сердце, это хорошая почва для того, чтобы Бог работал с этим человеком. То есть, еще есть шанс коснуться и изменить жизнь этого человека. Почему? Потому что этот человек еще не наполнен ничем. И Богу легче его наполнить любовью. Но просто нужно время. Бог терпеливо ждет, когда человек вот с холодным сердцем, вдруг касается Бог, и сердце открывается. Тоже есть свое время. Сердце открывается, и любовь Божья наполняет сердце. И это сердце становится новым, обновленным. И здесь приходит и хотение, и желание, и действие. И человек начинает двигаться с Господом. Почему? Потому что Слово Божие говорит. Смотрите. Я сейчас. Римлянам 5,5. Надежда не постижает. То есть, человек с холодным сердцем все ищет, что-то думает, что-то говорит, то есть, надеется. Потому что любовь Божия излилась сердца нашей Духом Святым. Да, не нам. Пока Дух Святой коснется, это холодное сердце растает и наполнится любовью. А любовь приходит, что делает? Оживляет сердце. Посмотрите, есть разница между человеком, который влюбленный, между человеком, который не имеет любви. У которого нет любви, он холодный человек. А человек, который имеет любви, это горячий человек. У него есть желание жить и творить. Но об этом потом скажем. В холодном сердце живет грех. Пока не обновленное сердце, не обрезанное сердце, там живет грех. Еще пока человек может позволить себе все, что угодно. Вот поймите, если человек позволяет себе все, это холодное сердце. Еще есть чуть-чуть шанс. Еще есть возможность. Потому что Бог будет обличать, поднимать, обличать, поднимать. До того момента, как человек откроет сердце и Дух Святой наполнит это сердце. Теплое сердце. Вот второе, хочу говорить о теплом сердце. Потом мы скажем о горячем сердце. Потому что мне нравится вообще. Вы знаете, Слово Божие говорит, что вообще я так понимаю, что на горячую плиту ни руку не положишь. Ну ладно, давайте это, когда я буду о горячем сердце говорить. Ладно, а то я спешу. Мне хочется все время говорить о горячем сердце, потому что любой христианин, если он, если он познал имя Христа, у него не может быть ни холодное, ни теплое сердце. Потому что теплое сердце это состояние проклятия. Это состояние равнодушия. Это состояние, смотрите, это очень опасное состояние. Представляете, даже Богу не нравится, он говорит, изблюю этого человека, то есть этого христианина. Просто он не может выдержать в моем царстве. Мы иногда удивляемся, почему, почему. У меня куча вопросов иногда возникает, почему, Господь. А вот Бог знает, вы понимаете, церковь не принадлежит никакому пастору. Главой у церкви не пастор, пастор поставлен как слуга. Просто он, его Бог поставили, через него блюстит, через него, ну, как бы, пасет, через него говорит. Но главой у церкви является Христос. Окончательное слово в церкви не принадлежит пастору, принадлежит Иисусу Христу. Окончательное истинное, потому что он дал слово в церковь, и пастор говорит слово в церковь, и написано, у кого есть уши, слышит, да услышит. Откуда приходит теплота? Потому что равнодушие. Потому что человек живет от воскресения до воскресения, или от домашней церкви к домашней церкви. человек не проповедует Евангелие, человек не живет по слову Божьему, человек вообще, когда я готовился к этому слову, на меня такие пошли, ну, такие, ну, вообще атаки, и враг не хотел, чтобы я говорил об этом слове. Потому что очень, очень многие, но это же не мое слово, это же Бог говорит. Один возьмется, один останется. Вы знаете, братья и сестры, я не знал, где я нахожусь, я не знал, где, но я должен гореть для Господа, я не должен быть теплым, и у меня есть на сердце, я положил Дух Святой мне на сердце, каждый день, хотя бы одного человека, проповедовать Евангелие. И Бог ведет такие места, где на самом деле я в жизни туда бы не приходил, я в жизни бы к этим людям не подходил, я их боюсь, этих людей, они зли, они просто наполнены духами, бесами, огромными, и я иду туда, я вижу, как власть Бога работает. Вы знаете, теплое христианство, это христианство жить в страхе, это Бога представлять как судью, это Бога представлять как, ну, то есть, не познать Божия любовь, не уметь прощать, не уметь уступать, не быть мягким, это сердце, теплое сердце, это когда ты не поклонник Божий, ты вообще не поклонник, ты не поклоняешься Богу, каким образом? не просто прославляя, жизнью не поклоняешься Богу, жизнью, по жизни ты не поклонник, то есть, посмотрите, есть люди, которые вынуждены становятся бандитами, блудниками, нечистыми, потому что жизнь такая, тяжелая, и они вынуждены становятся этими, и когда они каются, и потом они, они находят выход в Господе, и они горят для Господа, и они понимают, что они просто занимались этим, потому что они были вынуждены, но есть суть человека, который является, вот есть человек, который по сути такой, по сути этот человек, он нехороший, и что бы ты ни сделал, это Слово Божие говорит, как выметая свинья, понимаете, извините, конечно, но это не мое слово, это Слово Божие, ты вымыли эту свинью, и на ковер, на хорошее место, опять она кувыркнулась в грязь, или собака возвратилась к своей блевотине, есть природа, понимаете, есть природа овцы, есть природа ягненка, когда ягненок попадает в грязь, это некомфортно, она не может там находиться, потому что будет кричать, помогите, но когда свинья попадает в грязь, или собака, я не знаю, другая какая-то животная, которая по сути грязная, оно наслаждается там, вы понимаете, это очень, вы должны, мы должны это все четко понимать, где я сейчас нахожусь, если я в грязи, и это мне нравится, значит, во мне есть теплота, значит, во мне, у меня природа плохая, мне надо прийти к Богу, мне надо помолиться, мне надо умолять Господа, чтобы Он изменил мое сердце, сердце чистое сотвори во мне, Господь, и дух правый, обнови внутри меня, Давид молился, потому что он понимал, он по сути не такой, но он ошибся, и он вопиял Господу, и Бог знает, какая наша внутренность, кто мы по сути вообще, если мы вынуждены стали такими, вынуждены мы стали пианицами, пианицами, алкоголиками, блудниками, проститутками, там, я не знаю, 1 Коринфянам 6,11 написано, и некоторые из вас были такими, но омились, но осветились, но очистились, духом Господа Бога нашего, и любовью Его, понимаете, когда мы приходим к Богу, Бог нас очищает, обновляет, суть меняет наша, нашу природу Он меняет, генетику Он меняет, потому что Он понимает, что по сути человек, он грешный, лукавый, крайне лукавый сердце человека, но есть вынужденные люди, которые быстро освобождаются, которые прямо радуются, когда находят Христа, но есть у которых природа не менялась, не поменялась природа, и они остались, они вроде и в церкви, но у них теплота, на теплое всегда мухи садятся, и бесы, и демоны ищут такое теплое место, потому что там им удобно, и не холодно, и не горячь, на холодное они не садятся, на горячее тоже, вот тепло, это самая то атмосфера, где могут наслаждаться наслаждаться духи чужие, и Бог говорит, почему он извергнет, ой, Господи, помоги, и пока эта природа не поменяется, человек не может жить и наслаждаться христианской жизнью, вот почему что-то не хватает, человек вроде ходит в церковь, человек вроде принял Иисуса, вроде человек вот, вот, ну, говорит, я стал христианином, или христианкой, но моя жизнь не изменилась, мои, ну, почему, потому что работать, Бог за тебя не будет, Бог дает желание в сердце, а работать тебе надо, тебе надо отрекаться, тебе надо оставить, раньше кто гневался, больше не гневись, кто не трудился, начни трудиться, то есть работай над характером, я не могу, пусть Бог освобождает меня от сигарет, да не бывает такое, Бог уже дает желание в сердце освободиться от сигарет, тебе надо делать какое-то усилие в этом, потому что если не будешь делать, то ты останешься теплым, и в итоге просто разочарованная жизнь, не наполненная Духом Святым, не наполненная милостью Божией, хотя милость Божия, она превозносится над судом, но твоя жизнь, ты и в миру не поймешь ничего, и в христианстве не поймешь ничего, но середины нету, вот как раз в середине и есть теплота, Бог говорит, уберу это все, почему, посмотрите, Псалом 54, 22, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее еле, но они суть обнаженные мечи, это о чем говорит, то есть две природы, где-то они мягкие, у них как бы еле слова, они как бы друзья, но они у себя вот в рукавах держат всегда меч, они всегда не любят, когда их обличают, они всегда не любят, когда им говоришь истину, я же вначале говорил, проверь, чем ты занимаешься, проверь, какие твои интересы, потому что, если я касаюсь твоими интересами, они тебе не нравятся, нет, они наоборот, тебе нравятся, мое не нравится тебе, то ты можешь и меч достать, вражда, почему, это, любовь к этому миру, это вражда против Бога, вы поймите, это, я здесь ни при чем, я просто передаю то, что мне Бог наполняет, то, что мне дает, потому что я знаю и верю, каждое слово, которое Бог дает в церковь, это для наставления, для обличения, для подъема, чтобы мы поднялись, чтобы мы задумались, чтобы мы исправили пути свои, потому что всякий бунт, всякое непослушание, всякая непокорность, это есть против Бога, а не против человека, и человек через это становится теплым, теплый человек не чувствует, что он теплый, ему надо говорить об этом, что ты, слушай, ну, измени свою жизнь, начни жить с христианской жизнью, потому что это важно для тебя, это тебе надо, очень многим, когда говоришь, слушай, ну, не делай это, они думают, это тебе надо, да наоборот, мне вообще ничего не надо, я, я заботюсь о том, чтобы себе, спасти перед Господом, я когда говорю, то Бог влагает мое сердце, чтобы говорить, когда я говорю, и идет непослушание, потом Бог изблюет, то есть вырвет, то есть вытащит из себя, написано, дважды умершие, и Моисей говорит, Моисей говорит, меня, в откровении тоже говорит, я, говорит, изглажу имена, из книги жизни, мы говорим, все, я спасем, больше мне ничего не надо, страха и трепетия надо совершить свое спасение, перед Господом, это очень важно, братья и сестры, и мы должны над этим задуматься, посмотрите, когда, смотрите, притча 5, 12, когда человек падает в теплоту, и оставляет Бога, смотрите, когда, когда уже упал, когда уже все, когда понял, если понял, он говорит, зачем я ненавидел наставление, вот посмотрите, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, вот, когда уже падаем, когда уже грязные такие, когда уже, вот как блудный син, с рожками питаемся, когда уже этот, Мы говорим и скажешь Зачем я ненавидел наставление Фу, оказывается истину ненавидят А кого наставляют? Не чужого же Наставляют, ну, с теми, кем ты работаешь С кем ты двигаешься Это домашние пастыра Это разные старшие послужения Они же наставляют Они же не просто от себя говорят Я верю искренне, что наши все служители Они люди наполненные Духом Святым Которые знают, как говорить Конечно, мы все ошибаемся Но есть милость Божия Которая просто проявляется через наставление И сердце мое пренебрегало обличение Перед падением возносится сердце человека Запомните, как только твое сердце возносилось Как только ты увидел себя праведнее всех Или правее всех Это путь дьявола Дьявол от этого упал Запомни, ты стоишь на грани падения И это теплота Бог не может тебя удержать Потому что Бог не посягает на волю человека И человек должен понять Что Бог говорит ему в сердце Потому что Дух Божий говорит в нас А если кто Духа Божия не имеет Он и не его, братья и сестры И это очень важно И посмотрите Когда уже приходит момент Когда Бог врывает То есть когда ты чувствуешь Что церковь чужая уже Люди чужие Запомни Это и есть состояние теплоты Потому что ты можешь занимать Уже последний ряд Это не говорю, что в последнем ряде Сидеть нельзя или не нужно Мы в церкви, все места Я могу сидеть на последнем ряду Это вопрос снят Я говорю о состоянии сердца В каком состоянии сердца С каким состоянием сердца Ты приходишь на собрание Ты горишь для Господа Ты рвешься Ты просто Это то, что ожидаешь всю неделю Это то, что ты делаешь всю неделю Ты церковь, где бы ты ни находился Где бы ты ни находился Ты церковь живого Бога Ты носитель Христа Ты носитель семья, в котором жизнь, и эта жизнь через огонь, через огонь любви передается другим людям. Если ты воскресный христианин, просто задумайся, теплые христиане, они будут бегать потом искать масло, чтобы идти навстречу жениха. Придет время, когда ты пожалеешь и скажешь, зачем я ненавидел наставление, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, потому что это все витамины, это те лекарства, которые помогают тебе подняться, это те прививки, которые тебя лечат от всяких вырусов, которые есть в этом мире, которые атакуют сердце человека, которые атакуют разум человека, и это очень важно, чтобы мы внутри задумались, братья и сестры, я вас благословляю во имя Иисуса Христа, я верю, что у нас церкви все с горячими сердцами, я верю, что каждый из вас горит для Господа, я вижу, как вы ходите, как вы поклоняете, как вы жертвуете, как ваши сердца открыты, но слово мое к тем людям, которые они понимают, в каком состоянии они, но не могут остановиться, но не знают, как двигаться, я еще и еще раз повторяю, посмотри на эти три критерии, какие интересы у тебя, чем занимаешься, и на каком месте Иисус в твоей жизни, если ты вот эти, на эти три вопроса задашь ответ себе, не надо никому это рассказывать, не надо сказать, посмотри, какие интересы, куда влечет сердце твое, куда тебя двигает твои желания, что ты хочешь делать, какие интересы, вот это очень важно, обратите на это внимание, потому что через это враг очень сильно манипулирует, провоцирует и влечет, как говорил Бог Авелю, тебе влечет этот грех, но ты господствуй над ним, посмотрите в быте, прочитайте, говорит, тебе влечет этот грех, но ты господствуй над этим грехом, это очень важно, когда мы господствуем, потому что на нашу волю не посягает ни дьявол, ни Бог, а наше решение определяет, за кем мы стоим, за кем мы идем, то есть если меня влечет грех, я просто останавливаю и говорю, во имя Иисуса Христа, мой Бог, я принадлежу Господу, и грех для меня не существует, понимаете, это очень важные моменты для нашей жизни, чтобы мы утвердили светлым, какие у меня интересы, чем я занимаюсь целый день, есть ли у меня время для Господа, есть ли у меня чтение, есть ли у меня молитва, я утром как начинаю, вечером как заканчиваю, что я делаю днем, как у меня идут дела, как я обращаю внимание вообще, выбираю себе стезю для моей ноги, я двигаюсь, как Бог говорит, храню свое сердце, что я занимаюсь, чем я занимаюсь, это очень важно, и очень важно. Третье, а еще раз повторяю, потому что я чувствую, Дух Святой побуждает меня, эти три критерия, еще раз повторить, какое место Иисус занимает в моей жизни, ладно, идем дальше. Значит, смотрите, и скажешь, да, вот когда ты эти три вещи не обращаешь внимания, у тебя происходит падение, может ты идешь в церковь, может ты на домашней церкви, но у тебя холодность внутри, вот как будто ты чужой среди своих и свой среди чужих, вот такое, ну, вот такое состояние, поэтому и, посмотрите, Саул все время питался Богу подделать под себя, он ни одного жертвенника не построил, он не поклонялся Богу, он не был поклонником, у него был всегда страх, он угождал народ, угождал людей, угождал себя, но он только не Бога. И когда Самуил пришел, его обличил, он держался за одежду и порвал даже одежду пророка, этого не должно было быть, он говорит, ходи со мной, не порть мой авторитет, ходи со мной, чтобы люди видели, что ты со мной, у меня есть авторитет, вот чего боялся, он не переживал за авторитет Бога, он не прославлял Иисуса, то есть Бога, разницы нету в этом слове, то есть он этого не делал, но он работал над своим авторитетом, вот ошибка в чем, почему я эти три критерия говорю, эти три истины, над чем мы должны работать, если я зарабатываю себе авторитет, я теряю авторитет Божий, а это приносит теплоту в мою жизнь, если что-то мне не понравится, я буду требовать, чтобы меня уважали и почитали, не то, что уважали и почитали, я буду требовать, чтобы кто-то был со мной из таких, ну, чтобы меня, ну, авторитетно было, понимаете, очень важно, чтобы, ну, уважать и почитать, мы должны Бога, мы должны полностью отдаваться Господу и почтить Его, аминь, но потом, когда упадешь, когда вот не обратишь внимания на эти вещи, ты просто упадешь, если твоя природа, суть твоей природы такова, то, что падение тебе понравится, и тебе эта грязь понравится, ты там и останешься, потому что праведник может упасть даже семь раз, но он встанет, а нечестивый упадет и не встанет, и исчезнет, почему? Потому что суть природы не поменялась, человек остался таким, какое есть желание в себе, и он упал, как свинья, в грязь там кувыркается, и ей это нравится, а человек, у которого природа не такая, поменялась природа, суть природы поменялась, это не теплый человек, он никогда не будет теплым, это горячий человек, и когда попадает в грязь, просто кричит, спасите, помолитесь за меня, пожалуйста, мне трудно, помогите, я не хочу оставить Господа, таких людей Бог просто поднимает, потому что это люди, которые ищут истину и хотят жить по истине. Хорошо, время уже почти заканчивается, поэтому я хочу говорить о горячей сердце. Это сердце наполнено любовью, не гуманизмом, вот как раз такие теплые люди, они больше гуманизмом наполнены, холодные люди, у них больше жестокости, у них больше работает принцип справедливости, теплые люди, это гумальные люди, это гуманизм работает, а горячие люди, настоящая любовь, искренняя Божия любовь, это сердце, которое наполнено искренней Божьей любовью. Вы знаете, любовь Божия, когда приходит в наше сердце, он наполняет сердце наше огнем, мы делаемся горячим, потому что любовь холодным не бывает, подумайте сами, ой, какая у тебя холодная любовь, это не холодная любовь, это просто холодное состояние, там не может быть любви, там может быть какие-то другие вещи, но любви не может быть. Но смотрите, Бог наполняет своей любовью в наше сердце огнем, харизмой, движением, желанием и стремлением, то есть в наше сердце приходит такой стимул двигаться и приносить плод. И такой человек, у которого в сердце есть любовь Божия, истинная, искренняя любовь Божия, он наполнен огнем, харизмой, и он наслаждается своей христианской жизнью. Посмотрите, заметьте, я не говорю, что он не проходит трудностей, у него не бывает сложностей, у него бывает все, но из-за того, что он смиряется перед Господом, он наполняет свое сердце словом, молитвою и любовью, он может это все преодолевать. Мы не должны войти под проблемы, мы должны всегда быть над проблемами. Если есть какая-то задача или если есть какая-то проблема, значит есть и решение к этой проблеме. Не бывает проблемы без решения. Всегда, когда Бог дает какое-то испытание и дает силу на выход, чтобы мы могли выйти. И посмотрите, сердце, которым есть любовь, это уже праведное сердце, о котором молился Давид, говорили, сердце праведное, правильное, истинное сердце сотвори во мне. Да? Сердце правое, то есть правильное сердце сотвори во мне. Праведное сердце, которым нет лукавства. Бог Иисус Христос сказал про Нафанаила, да? Говорит, вот человек, в котором нет лукавства. Вот эта оценка нам важна. Люди могут разные оценки нам давать, у людей другие разные критерии. Я прочитал, человек смотрит на лицо человека, а Бог смотрит на сердце. Бог знает сердце. И если мы не бодрствуем, чтобы не даем Богу обрезать сердце. Вот посмотрите, царь, пришел царь, был нечистый в Израиле, а пришел царь, был чистый, ходил как отец Давид перед Господом, но, там написано такое слово, но высоты не поменял. Все отменили, пророка Ваала убил, статуя Ваала разломал, но высоты не поменял. Почему? Это были какие-то ценности. Есть ценности в нашей жизни, называются высоты. То есть для нас больше имеют цену, чем отношения с Господом. У нас хорошее отношение с Господом, мы уже служим Ему, мы горим почти. Ну, горим, да, есть любовь, но есть некоторые высоты, которые мы еще не отменили. Бог хочет, чтобы мы и высоты отменили. То есть для нас, что для нас ценно, чтобы полноценно гореть для Господа, чтобы мое слово, твое слово имело власть, имело силу, чтобы оно работало, двигалось в этом мире и поменялось жизни людей. Мы должны отменить и высоты тоже. У нас ничего не должно быть выше нашего Господа, ни выше Господа, ни между нами и Господом. Я и Иисус, я и мой Спаситель. Вот это есть сила наша, вот это дает огонь нам, вот это дает движение, и ты наслаждаешься от твоей христианской жизни. Потому что даже если ты проходишь долиной смертной тени, ты открываешь там источники для себя, ты там учишься. Это как опыт, это как жизненный путь, который тебя делает мудрым, который тебе дает понимать сердце свое, и что хочет Бог от тебя. Аллилуйя! Иисус сказал ему, Матфея 22, 37. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Первое отношение, которое Бог сказал. Помните, фарисеи спросили, а какая из них первая заповедь больше? Он хотел этим оправдаться, посмотреть, что скажет Иисус. А Иисус сказал, первое, вот вообще заповеди начинаются так, шма Израиль, то есть слушай, Израиль. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Бог так, все евангелисты это говорят, все синаптические евангелисты это говорят. И мы должны об этом знать, читать, уразуметь и утвердиться, что первое, я должен любить Иисуса, Бога, Спасителя моего. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, то есть отмени все высоты, все, что ценно для тебя, абсолютно поставь сторону, чтобы быть человеком по сердцу Господа. То есть твое отношение, мы если не сможем, если мы не поменяем свое отношение к Богу, то есть если мы не наладим отношение с Богом, то у нас не будет правильного отношения с людьми. Потому что второе заповедь, это 39 стих, второе же подобно ей, то есть вот подобно ей, какое отношение у тебя с человеком, такое отношение, я говорю о горячем сердце, братья и сестры, я не о теплом сердце, я не о холодном сердце говорю. Но посмотрите ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть это, ну, я потом, может быть, как-нибудь скажу, что это значит, как самого себя, потому что мы удивляемся, а почему так сказал Иисус. Но очень важный такой момент, возлюби и там, и там. То есть смотри, твой взгляд должен быть на Христа, потом твой взгляд должен быть на людей. Если твое сердце не болит о погибающем мире, о каком горячем сердце мы говорим? Если твое сердце не болит о том, что происходит в церкви, кто упал, кто встал, кто... Ты не молишься, ты не заботишься, братья и сестры, вы не удивляйтесь то, что я это говорю. Это наша жизнь, не только же это Бог возложил на пастора, вот пастор молится, или там пастор говорит, аллилуйя. Ну, это очень хорошо, конечно, я дам ответ или отчет за свое деяние. Но каждый из нас, это цари и священники, в каждом из нас есть дух Бога живого, в каждом из нас горит сила Духа Святого, в каждом из нас, если у нас есть горячее сердце, в нас горит сила Духа Святого, в нас кипит любовь живого Бога, в нас кипит слово Христа, который говорит, я люблю тебя. Сын, дочь, я люблю тебя, жизнь отдал за тебя, поэтому гори для меня, не будь равнодушным, не будь теплым, не слушай, вот чтобы у тебя в жизни не получилось этот момент. Ты любишь ненавидящих себя, а ненавидящих тебя, чтобы это не пришло, чтобы ты не пострадал потом в этот грязь, чтобы твоя суть поменялась, чтобы было обрезано твое сердце, чтобы ты стал другим абсолютно человеком, аллилуйя. Аминь. Аминь. Подводя итог, я хочу говорить одно очень важное место, очень важное место. Притча 5.12. Просто напомнить это место. После того, когда ты уже не послушаешься или не услышишь то, о чем говорит Дух Святой, после этого скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. Но чтобы этого не случилось с тобой, брат мой, сестра моя, драгоценный человек, который создан по образу Божьему, проверь эти три вещи, я еще раз повторяю, подведя итог, я еще раз повторяю, проверь эти три вещи, какие твои интересы, чем занимаешься и на каком месте Иисус Христос в твоей жизни. Аллилуйя. Я верю, что это слово дал Господь, и я верю, что через это слово я могу достигнуть тем людям, которые просто попали в теплоту и не могут выйти из этого. Я могу достигнуть тех людей, которые холодные, которые пока еще не допустили или не пустили Божью любовь в сердца. Они закрыли свое сердце, могут они прийти в церковь, могут общаться, они по душе хорошие люди. Но человек, который, душа хорошая, это очень прекрасно, но Бог работает с сердцами людей. Бог работает, спасает душу, но через сердце. Поэтому нам надо открыть свое сердце. Услышьте, Бог спасает душу нашу через сердце. Поэтому нам надо очень-очень быть внимательным к этому. Хочу помолиться, чтобы Дух Божий сегодня изменили нас, изменили нашу жизнь. Я нуждаюсь в изменении. Любой из нас нуждаемся. Мы на пути в небо, и мы должны соответствовать Царству Божьему. Аминь. Халилюя. Давайте помолимся. Склоним наши головы. Подумай, задумайся. Приди домой, помолись Господу, попроси Духу Святому, чтобы тебе... Вот знаете, мы привыкаем. Мы попадаем в одну колью или в одно движение. Мы делаем в себе колью, и нам уже тяжело из этой кольи выходить. Поэтому только Бог может поменять стези твои, если они неправильные, если они ведут не туда, куда надо. Поэтому не прокатись или не поди в ту колью, от которого тебя Бог вытащил. По бодрству есть шанс, есть возможность, есть время. Пока мы живем в этом теле, Богу есть возможность нас изменить. Не имеет значения, в каком мы возрасте. Всегда можно поменять жизнь в лучшую сторону. Аминь. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе, Бог мой, что Ты дал нам горячие сердца. Это Твое желание, чтобы мы горели для Тебя. Чтобы мы трудились для Тебя. Чтобы мы двигались и приносили много плода. Я молюсь за нашу церковь и благословляю моих братьев и сестер. Я благословляю всех тех, которые сегодня горят для Тебя. Я благословляю всех тех, которые холоднее. Помоги им открывать сердца, чтобы Твоя любовь излилась в эти сердца, Господь. Помоги благослови тем, которые сегодня попали в эту теплоту. Чтобы они увидели свое истинное состояние, покаялись перед Тобой. Даруй шанс, подними, благослови. Чтобы не случилось, Господь, чтобы они не сказали, почему я не слышал наставления. Почему сердце мое не принимало обличения. Чтобы каждый человек был приобретаем Тобою, Господь. Чтобы каждый человек уважал, Господь, то, что Ты даешь. И уважал порядок в церкви. Уважал, Господь, любое наставление, любое действие или хотение Твои, которые приходят в церковь. Порядок в церкви, Боже, во имя Иисуса Христа. Чтобы мы в послушание двигались и приносили много-много плода. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Дух Святой, за Твою любовь, за Твою милость, за Твое дерзновение, за Твой Дух. Во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. И все сказали Аминь. Слава Господу нашему. Маранафа.